Добрый день, утро, ночь, вечер Уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо С вами Роман Карасьев и Владислав Макаров Мы находимся в Додзюо Братовщина Тема сегодняшнего нашего видео посвящена Уже некая такая мода, вошедшая несколько лет назад Это онлайн-тренировки, которые получили довольно распространенное явление В эру пандемии И сегодня она продолжает место быть И Владислав Макаров один из тех, кто проводит такие занятия И поэтому я хотел поинтересоваться у Владислава Насколько есть интерес к онлайн-тренировкам сегодня Для кого подходят онлайн-тренировки Качество таких тренировок, насколько эффективность Есть таких тренировок, занятий И... В общем, может быть какие-то дополнительные появятся вопросы Владислав, вам слово Здравствуйте Но почему мы в шапке из-за того, что нам не холодно Это подарок наших друзей Да Это тоже подарок Наших друзей Тоже наших друзей Поэтому мы в таком образе пребываем Скажем так И что хотелось бы сказать Будьте здоровы То есть, чтобы все болезни обходили вас стороной И по поводу пандемии Да Скачок онлайн-курсов, онлайн-занятий Именно получила в период пандемии Кто-то стал проводить Я в пандемию не проводил занятия онлайн У меня только потом получилось так Ты наоборот, ты в пандемию наоборот Пандемию занятия регулярные, стематические все делали А когда пандемия прошла, вот поэтому И я хочу у тебя спросить То есть, в эру пандемии ты не проводил онлайн-занятия Нет А мы наоборот, мы занимались наоборот Как бы здесь постоянно вместе И в твоем дудзио, да, и так далее А вот когда все закончилось Ты вдруг решил начать эти занятия Поэтому вот вопрос Почему, как ты к этому пришел Что тебя подвигло Ну и все другие вопросы А, пришел я к этому случайно Абсолютно И занятия получились такие международные И даже мы опробировали Когда при поездке по трассе, да, в машине Могли в машине проводить Но не с новичком, скажем так А с человеком, с которым уже были занятия И чтобы их не отменять Интернет есть, возможность есть Ученик есть, учитель есть Все совпало И время, и место, и обстоятельства По поводу эффективности Почему я не проводил в пандемию Потому что я к этому относился скептически Ну то есть, ну что за ерунда такая Ну вроде все делают И тебе надо А у меня какое-то предубеждение было Что нужен непосредственный контакт Оказалось все намного интересней Намного практичней И намного эффективней То есть, о чем я хотел сказать Что пробуйте Делайте Не обязательно в контексте занятий Я это говорю А именно в процессе новизны для вас То есть, если люди это делают Значит, вы сможете это повторить Ну, на самом деле Мне кажется Само вот это онлайн занятие Сами онлайн занятия Они были в какой-то степени Ну, так Значит, вот допустим То, что мы сейчас делаем На видео что-то записывалось Да, выкладывалось в интернет Или на видеокассеты раньше Да, и человек мог Включая телевизор и смотреть Но Не было Еще и взаимодействия Ну, как бы В реальном типа времени С учителем Сегодняшние онлайн тренировки Позволяют взаимодействовать Напрямую с учителем Хотя на дистанции То есть Ты не только показываешь Упражнения сам Можешь, конечно Транслировать их Еще и через Какие-то дополнительные устройства Да, чтобы ученик видел Но также ты можешь сразу В реальном времени Делать корректировку Того или другого Теперь вопрос Для кого подходит Онлайн тренировки? Для всех подходит Вспомнилось мне Про телевизор Ты сказал У меня же нет телевизора Нет Нет у меня телевизора Но Маленький телефон Заменяет это Выход В пространство Скажем так И я вспомнил Что Когда был Подростком Я занимался Тогда было модно Аэробика по телевизору Точно? Точно И Прямо ощущения У меня вспомнились Что был комплекс Все это красивое Такие выполняли Я пытался за ними делать Поначалу не получалось Но Практикуя 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 Комплекс Становился Как Легко Выполнимым Да Ну сегодня В принципе По подмузику Танцевальный То есть Это не что-то новое Такое А Наверное Хорошо Забытое старое Ну оно сегодня И продолжает быть Допустим Есть так называемый Утром по телевизору Можете там Первый канал Где-то еще включить Там есть утренняя зарядка И так далее Они проводятся Такие занятия Они регулярные И не только в Российской Федерации По всему миру Но мы говорим О Неком таком Называется Прямом общении Посредством интернета То есть Ты напрямую Контактируешь С учениками Которых ты Знаешь Да Онлайн тренировка Ну даже я не знал Я только вот По интернету И познакомился Да Ну ты познакомился Потом И ты контактируешь Так Значит Мы определили Возраст не имеет значения Квалификация Или степень подготовки Занимающегося Не имеет А Ну Квалификация Тренера должна быть Это мы говорим Да Я не про тренера сейчас Я говорю про Того Ну как бы С кем мы проводим занятия С кем ты проводишь Его квалификации Его данные Физические Умения Знания Имеет значение Для меня сейчас нет Не имеет Возраст Тоже Ну Главное Чтоб речь понимал Так Пол Тоже не имеет значения Язык общения Ну Я только Вот русским владею Национальный признак Россия Германия Франция Не имеет значения Страна Африка Вообще не имеет Не имеет Расставить То есть государственный признак Национальный признак Китайцы Еврей Монгол Главное Чтоб он понимал язык Русский Вопрос Если я Преподаю Ну то есть Я ему не Ну по-японски А можно молчу преподавать? Можно Практика такая есть Молчание Можно Так Хорошо Давай Коснемся теперь Твоего непосредственного Опыта Значит Ты начал Практиковать Онлайн занятия Как Мне не изменяет память Где-то около 7-8 месяцев назад Да И самое интересное Что мы пока были у тебя в гостях Да И преподавали На Ученице Которая была здесь А мы были Ну да Мы были там А преподавали здесь Здесь Ну не секрет же Да А преподавали сюда Сюда Да А потом Это было 8 месяцев назад Да Впервые мы тогда с тобой Мы попри Ты сказал Давай попробуем Да Да Потому что была потребность Меня вызвонили Скажем так А я говорю А я далеко Ну давайте попробуем И Получилось вообще великолепно даже Дальше больше А дальше мы поменялись Я приехал Но появился ученик В Праге Хорошо Как построено Твое занятие Занятия-то обычно построены Это разминка, основная часть и заминка Да, но Так как это интернет занятие Нужно мне же Самому показывать А человек занимается не выходя из дома Даже А я занимаюсь, преподаю В любом месте Да, кстати Влад немножко перепрыгнул К тому, что сказал Что даже у нас был У него был такой опыт Когда мы передвигались на автомобиле И оказалось так, что нужно Уже время пришло к проведению занятий И двигаясь со скоростью 140 км в час По трассе Владислав каким-то образом Транслировал урок В совсем другую территорию Там за 3000 км Нет, 1600 км 1650 я бы преувеличил Но скорость была большая Да, но благо интернет позволял То есть здесь А, условия Которые позволяют проводить такие занятия Какие должны быть? Интернет должен быть И гаджеты Средства Что у ученика Место у ученика должно быть Или он может быть в принципе так же, как и ты Ты движешься в автомобиле А он может находиться в... Нет, он же не может в автомобиле быть Потому что... И я за рулем тоже не могу преподавать То есть я был на пассажирском сидении А ученик, как положено, был у себя в комнате Скажем так Но комната, опять, мы же о чем говорим? О безопасности То есть прежде всего О здоровье и сбережении И о безопасности И места для занятий Не должно быть острых углов Чтобы человек не травмировался Потому что Мы же не сможем помощи оказать Молниеносно То есть Если человек в другом помещении находится Хорошо А вот как... Безопасность Прежде всего мы говорим о безопасности То есть Вот это... Ну, для нас это априорик, скажем так Но... Ну, как говорится Ученик вышел на связь с здоровым И ушел со связи с здоровым Да Да Ну, как и на жениру И то же самое касается и учителя И учителя, да Он должен и прийти на связь со здоровым И уйти Да Со связи с здоровым Да Хорошо А смотри Практика айкидо И подразумевает Не только индивидуальную работу Техническую Какой-то арсенал Индивидуальную Так же и парную Как в таком случае Как можно парные Вообще Есть ли занятия парные Онлайн-тренировки Как их можно проводить Ну, тогда нужен кто-то Не мы вдвоем Да, с учеником А у него должен был быть партнер И у меня партнер Должен быть Но мы же записывали Я тоже пересмотрел Когда тренировку здесь проводили И очень тоже хорошо получилось Ну, в записи Ну, только единственное Людям Ну, тяжело смотреть целый час Хорошо Обратную связь от учеников Ты получаешь Как вообще Насколько для них Ну, понятно Что ты объясняешь Насколько нет сложностей В понимании Захвата Когда ты близко Ты можешь подправить Где-то, да? Чего? А вот так вот Все-таки как? А здесь-то какая? То есть У нас же есть комплекс ГТО Да, такой Который Внедряется Ну Различная система Зачетов Да Допустим И Как мы делали Ребенок же учится в школе И у него есть Учитель физкультуры Да И Есть класс Который сдает Определенные нормативы И Моученик Рисуслов Делится Такими Радостными событиями Что его Учитель по физкультуре Хвалит Что он выполняет Упражнения Правильно Четко И Качественно Как еще? То есть Его результативность Возросла Возросла Да На уроке Физической культуры В школе Да Да Потому что К чему я говорю Что вроде мы все умеем Отжиматься Много блогеров Которые показывают Как там отжиматься Может возникнуть Чувство неполноценности У человека Когда он увидит Там что человек Отжимается на одной руке На одном пальце Там И Ставит крест На занятиях Но Еще же Мы же сами тоже смотрим Как люди занимаются Как постановка руки То есть Иногда можно Так сделать Делай больше Кидай дальше Бери больше Кидай дальше Но это не всегда Такой принцип работает Поэтому Опять возвращаюсь Безопасность Чтобы Занятия Приносили Не то что мы там За прогрессом Каким-то Боремся А именно Вот Постепенно Регулярно И Эффективно Вот так Получается К вопросу Постепенно Регулярно Эффективно Хочется Узнать Временной Интервал Таких занятий Мы занимаемся Час Это много На самом деле Для онлайн занятий Ты думаешь Это много? Ну Нам хватает Скажем так Но в принципе Если онлайн вести Для тренера То можно Вести Комплексом Мы сейчас Адаптировали Это все Но и Практику веду И на тренировках Я То есть Делать Вот Максимально В минимальное Количество Времени Я не имею На скорость А я имею Объем Информации Надо Так Загружать Дозированно Чтобы Мог Ну Как Усваивать Хорошо Сколько Ты даешь Упражнений Упражнений В процессе Занятий 15 15 упражнений Да В принципе Это много На самом деле А как Ты понимаешь Что это много? Ну Все Группы мышц Во-первых Ну Как У меня же План Я составляю Готовлюсь К занятиям То есть Мы смотрим Что мы прорабатываем Допустим Запрос Такой Как Он поступил Мне надо Кувырки сдать И еще Тележки Ходим На руках И отжиматься И мы тогда Сделали упор Больше на Так как Компетенции Хватает И Колесо Ну там Звезда Называется Он назвал Звездой Я говорю Что это такое Он показал Я говорю Это колесо Ну давай Сделаем Вот так И потихоньку Вот подводящие упражнения Подводящие Подводящие И комплекс Такой Составлен На колени На голеностоп Прыжковый комплекс У нас Вращательный комплекс Для рук Хорошо Временной интервал Время для онлайн занятия Самое оптимальное На твой взгляд Это как ученик Как ученик подстраивается Мы занимаемся И в 7 утра Нет Время проведения Самого занятия А Сколько оно должно длиться Да По времени Длительность Самое оптимальное Для дошкольников Минут 20 А для школьников Это же все Это педагогика Как бы занятия Это В школе длится 45 минут Урок Это же не зря Это все делают Хорошо взрослый Значит получается 2 по 45 Это так Час 30 Час 20 Я думаю Мы пришли к тому Что часа достаточно Нет смысла Там 2 часа Как это Мне понравилось Что же вы так убиваетесь Вы так не убьетесь Так Как ты думаешь Да Ну поправлю Если мы Ездили на семинары Вот где Мастера Допустим Сингапура Я был Там И там Мастера 6 7 8 Сделали Так Комплекс И они ведут Целый день И ты Сколько там У тебя сил хватает А я был Тогда Очень сильный И неумный Наверное И Один мастер Перерыв Еще 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 Потом я приехал Говорит Ну покажи Чему ты научился А я такой Ой Было здорово Но что-то Ничего не осталось Потому что Мастера же дают Что они хотят Сделать А у меня не хватало Тогда Фундамента Чтобы эти знания Как-то так Упаковать Ну Конечно Это с пользой Все прошло Но Вот я столкнулся Сам с таким опытом Что Много не значит Хорошо Ну На твой взгляд Количество Заданий В общем Возьмем так Общее количество Заданий Во время онлайн урок Знаешь Мне понравилось Интервью Смотрел И там тоже Журналист Задает вопрос А вот Вы Специалист По безопасности А вот Дайте совет Как вести Он такой Вздохнул И Пояснил Что В каких условиях В зимних Мужчина это ли Женщина В общественном месте В пустыне ли Это Происходят действия То есть Можно дать Совет Один Да Но он Неприменим Поэтому Вот Как универсально Онлайн занятие Оно Я так понял Что вообще Не отличается Контакт Если ты настраиваешься На человека И он тебя слышит И он знает Где право у него То Никаких проблем С объяснением Не возникает Вот ты сказал Смотри Отличие Есть ли вообще Глобальное Какое-то такое Особое отличие Между Занятиями Когда ты проводишь Это Ну Непосредственно Вживую Так назовем Да Вместе И онлайн Есть ли вот По твоему взгляду Какие-то Вот такие Явные Ощущения Разницы Только если Выполнения Упражнений Нету Потому что Нету Только В парной работе Будут ощущения Так И тогда Еще Только Только В парной работе Будут ощущения Потому что Мы иногда У нас есть товарищ Такой Да Который тоже Приезжает С нами Общается И у него Он Делает правильно Хорошо Ну Очень больно Очень Очень больно Поэтому Как это Степень Дозированности Нагрузки На суставы Надо Тоже уметь Это делать И Это приходит Со временем Конечно Или не приходит Но все-таки Смотри Для кого бы Ты рекомендовал Занятие онлайн А для кого Бы занятие Рекомендовал Ну Уже Непосредственно Там В додзио Братовщина Для родителей Хорошо И для детей Хорошо Но есть Еще Такой Секрет Нет Секрет 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 Что Вот сейчас Мы преподаем Да Я преподаю И научил Упражнения Да Ученицу А она Уже Учит Маму Показывает Маме То есть Такой Вот Передача Знаний Не от взрослого К маленькому От маленького Онлайн Или все-таки Ты скажешь Лучше прийти А это было Я скажу Я ему говорю Они говорят Мы такие занятые Но Ребенок у меня Такой Похуй Да Вот человек Объявление увидел Говорит Хочу вот Чтоб он занимался Я говорю Давайте Есть такая возможность И что ты думаешь Они позвонили Нет Хотя я сказал Вот телефон Наберете Договорим все время Попробуйте И вам не надо Тратить На дорогу Времени То есть Онлайн занятие Подходит тем Кто не хочет Тратить время На дорогу Потому что Допустим Бывает так Даже ты живешь На соседней улице А добираться Через переезд Через переезд Или там Ты думаешь 20 минут туда Или 10 минут туда 10 минут обратно Переоделся Оделся А так ты можешь Уже Да И еще Такое Индивидуальное занятие Тоже хорошо Потому что Многодетные же есть Тоже люди И вот они Выкладываются На старшем По секциям Водят На среднем А на младших Уже Сил нету Но тогда Они идут Другим путем Вызывают Тренер Приходят И тренируют Дома Индивидуально Хорошо Это Но это тоже Это все таки Как бы Так вживую Да А комбинирование Что ты скажешь По поводу комбинирования Допустим Два раза в неделю Если есть такая возможность Приходить к тебе В додзю Два раза в неделю Онлайн И один раз в неделю Допустим Уже Или ты сам Приезжаешь К ученику Или он К тебе приезжает Да Такое вообще Как ты думаешь Повысит ли Результат Вот занятия А результат Даже повысит Знаешь что Что если вы Занимаетесь Вот Сопредельной Дисциплиной Допустим Если я Практикую Акидо То Занимаясь Периодически Каратэ Это повышает Качество Моего Мастерства В акидо Скажем так Но тут мы говорим Про педагогику Если человек Выбирает Ну Дзюдо Да И он Параллельно Может же ходить На плавание То есть Это не вредит А наоборот Помогает И онлайн занятия Почему бы не Попробовать Месяц Да И посмотреть Что из этого Получится То есть Я говорю Что Знать это одно А делать это Совершенно другое То есть Мы Получаем Информацию Но должны Ее как-то Использовать Так что Сколько бы Я не смотрел Бои по ММА Лучше От этого Мы не станем Хорошо У меня вот еще Вопрос Который может Быть интересен Нашим Зрителям Мы разделим Так Занимающихся На две группы Называется Так сказать Группа Практикующих Боевые искусства В частности Айкидо Там И каратэ И так далее Имея вид Что они Практикуют Просто для себя Как здорово Сберегающие технологии И так далее Как типа Физическую культуру И возьмем Таких же людей Которые хотят Продвинуться В области Спортивно-соревновательной Деятельности Онлайн-занятия Для таких людей Которые хотят Показывать Улучшить Свой Соревновательный Результат Которые Спортивные И так далее Достижения Хотят Для них Актуальны Онлайн-занятия Сегодня Когда в принципе Ну как бы Да Мы говорим Уже Пандемию Так бывает Вот кто Хочет улучшить Да Вот прям Чемпион-чемпионов Да Они настолько Упахиваются В залах Для этого же Сбора специально есть Что им Не до какого Онлайна Я не про тех Кто сейчас В сборных Я не про тех Кто Я говорю Про тех Кто хочет Улучшить Свои результаты И попасть туда Попасть В сборные Вот к тебе приходит Вася И говорит Я не хочу Заниматься Для здоровья То есть Для здоровья Понятно Что все Основы Это здоровье Но я не хочу Останавливаться На области Любителей Физической культуры Я хочу Показывать Результаты Соревновательные Ну у нас Выкидывание Соревнований Не имеет значения Я говорю тебе Как специалисту Который может Проводить занятия И так И так И так И может другие Онлайн занятия Для того Кто Хочет Повысить Свои результаты Или войти В соревновательные Деятельности Помогут Для него Онлайн Занятия Занятия Полезны 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 Эффективны Эффективны Полезны Давай подведем Итог И Прошу Давай Скажи нам Итог Значит Про онлайн занятия Онлайн занятия Такой же инструмент Пользуйтесь С вами был Роман Карасев Я И Владислав Макаров Если есть вопросы Пишите Задавайте Кто хочет попробовать Онлайн занятия С Владиславом Контакты будут А Роман Тоже здесь Будет Наблюдать И давать Рекомендации А мы наблюдаем Вот В любом случае Уже не будет Процесс Значит Здоровье Сберегающей Технологии Боевое искусство Продолжается Продолжается Вот Всего доброго До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры